Добрый день, коллеги! Мы рады приветствовать вас на очередной нашей встрече в онлайн-кафе 64 зерна. Меня зовут Дарья Анатольевна Кузьмина. Я являюсь преподавателем Центра дистанционных образовательных технологий Института повышения квалификации. И сегодня мы с вами познакомимся еще с одной интерактивной доской. Тема нашей встречи – коллаборация о дистанционном обучении на примере интерактивной доски Твидла. Также, коллеги, у нас к вам большая просьба. Вот сейчас вы видите у себя перед глазами вот такой вот слайдик с ссылками. Ссылки на наше сообщество ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбуке. Коллеги, мы просим вас оставить свой отзыв к нашим встречам. Также мы будем рады, и это будет полезно, если вы будете оставлять отзывы про наше кафе с тематическим хэштегом, например, который представлен... Ссылки и хэштег вы можете располагать у себя ВКонтакте, либо в Инстаграме, либо также в Фейсбуке. Моя коллега-ассистент вебинара также разместила ссылки на данные соцсети в нашем чате, поэтому вы можете спокойно по ним пройтись и оставить отзыв о нашей встрече и о предыдущих, например, встречах. А сейчас мы с вами переходим непосредственно уже к нашей теме. Итак, еще раз напоминаю, сегодня мы с вами рассмотрим еще одну интереснейшую доску от Видла. Прежде чем перейти к ее непосредственному изучению и работы с ней, я сейчас подключусь к демонстрации рабочего стола, чтобы она у вас была перед глазами. Сейчас показать мой экран. Коллеги, я подключила демонстрацию своего рабочего стола. Ставьте плюс, если вы видите мой рабочий стол. Если все хорошо, если вы меня видите, слышите и видите мой рабочий стол, то поставьте, пожалуйста, в чате плюсик. Отлично, спасибо. Итак, начнем с того, как же нам перейти к доске для начала. Сделать это можно очень просто. Вы в любом поисковике пишите название на любом языке, на английском или на русском. Видла, я пишу прямо на русском, да, и ищите нашу доску. Сейчас, минутку, у меня тут интернет немножко думает. Итак, и проходите, вот самая первая, получается, ссылочка, которую нам находит поисковик, это и будет верная ссылка. Вы по ней проходите. Перед вами появляется вот такая страница. Сразу скажу, что данная интерактивная доска, данный сервис только на английском языке, но можно работать с ней в разных браузерах, а браузер Google Chrome позволяет переводить страницы с английского языка на русский. Но, сразу скажу, здесь есть небольшой подвох в этом плане. Да, Google Chrome переводит на русский язык, но, к сожалению, когда мы начинаем работать с данной доской в Google Chrome, то некоторые функции теряют свою силу и перестают работать. Поэтому, и помимо этого, также в Mozilla тоже есть затруднения некоторых функций, поэтому я советую работать с самым стандартным и простейшим, это Internet Explorer, например, который идет у нас стандартно на компьютере. Перед вами появилась вот такая вот страница с нашей доски, так скажем, и для того, чтобы начать работу, нам необходимо просто нажать на кнопочку Go. То есть можно без регистрации, можно без каких-либо данных, просто нажать на кнопочку Go и продолжить работу с данной доской. Но, так как без регистрации, то здесь бесплатный тариф не будет поддерживать, соответственно, голосовую конференцию, и вы, как гость, сможете работать без регистрации всего 20 минут онлайн, и, соответственно, здесь есть ограничения по участникам. Всего можно будет подключить 10 человек, поэтому все-таки, если вы планируете работать с данной доской впоследствии потом, то лучше зарегистрироваться. Так как я зарегистрированный пользователь уже, я, соответственно, здесь сейчас зайду на свою доску, перейду к своей доске, и мы продолжим обсуждать, рассматривать инструменты, работать с вами и обсуждать, что же можно в ней создавать. Вот, чтобы перейти к своему, так скажем, аккаунту данной доски, вы нажимаете вот здесь, наверху, в правом верхнем углу логин. Здесь вы вводите свое имя. Сразу скажу, что имя лучше вводить на английском языке, так как имя на русском языке, он, ну, сервис распознает ошибочно все элементы, все буквы. Так как я уже, ну, зарегистрирована, я ввожу свое имя здесь. Стируем пароль. Заходим. Переходим в доске. Так, и вот, смотрите, так как я уже зашла непосредственно на свою страничку в данном сервисе, то у меня, соответственно, здесь уже появляются и другие возможности. Вот, смотрите, первая возможность, о чем нужно сказать, прежде чем перейти уже непосредственно к самой нашей доске, к работе с доской, здесь можно, смотрите, в правом верхнем углу, около вашего имени, есть возможность зайти в свой аккаунт и посмотреть, что же здесь, как бы, ну, имеется в своем аккаунте. Здесь, вот в этой вкладочке доски, есть, так скажем, информация о том, какие доски вы можете создать, какие документы вы загружали, вы можете редактировать свой профиль, и вот эти вот уже, так скажем, другие сервисы, инструменты, они идут только с покупкой расширения к данной доске. Следующая на митинг, если мы нажимаем, то здесь как раз-таки идут те доски, которые вы создавали, так скажем, история ваших досок или архив ваших досок, те доски, которые вы создаете, создавали, они хранятся именно здесь. Здесь доски можно менять, точнее, удалять, их можно, к ним можно подключаться заново, то есть если вы пройдете по этой ссылочке, вы перейдете к той доске, с которой вы работали, например, это если вы нажмете на доску. Да, вот, например, вы переходите к той доске, которая уже была создана, и вы с ней можете работать. Также доску можно просматривать в записи, то есть полностью будет отображаться, можно просматривать, простите, да, в записи, но в записи, как вот, знаете, презентация, да, вот у нас, то есть по слайдам можно смотреть. Также доску можно будет просматривать и полностью в записи, вот файл Рипли, ее можно просматривать полностью запись доски с вот этими вот 81, одним символом, так скажем, вот все, что вы делали на доске, все, что ваши ученики делали с доской, все будет отображаться в записи, как такой некий мини-фрагмент видеофильма. Также здесь ниже вкладочка документы и изображения, это те документы и изображения, которые вы загружали в данной доске, которые вы использовали, также вы можете их заново использовать, да, либо загружать сюда еще другие файлы, изображения, документы, которые вы впоследствии хотите также использовать с другими досками. Возвращаемся. И здесь также, конечно же, есть, так, вот это я не подскажу, что, к сожалению, здесь есть мой профиль, который вы можете редактировать, да, допустим, ну, здесь рассмотрите его поподробнее. И, соответственно, все то, что о вас, соответственно, написано, да, вся ваша информация, на сколько дней, допустим, вот у меня сейчас бесплатная версия на 30 дней. И тоже хочу сказать о том, что, когда вы регистрируетесь, бесплатная версия вам, пробная версия выдается вам на 30 дней. Поэтому вы можете для себя понять, стоит или не стоит вам в ней работать. Ну и, конечно же, для того, чтобы начать работу, вам непосредственно необходимо нажать на вот эту зелененькую кнопочку «Go», и вы перейдете к доске. На доске есть несколько, на доске есть не только привычная функция белой доски, вот, да, как вы видите, но также и возможность загружать страницы. Вот, смотрите, возможность загружать страницы. Мы сейчас быстренько пробежимся с вами по инструментам и непосредственно перейдем уже к совместной коллаборации, к совместной работе. Есть возможность, вот она, наша доска, да, то есть есть возможность загружать страницы, есть возможность работать с документами. Каждый раз, когда я перехожу к другому инструменту, у меня доска запрашивает разрешение, если вы заметили. Можно загружать документы, текстовые презентации. Можно загружать изображение. Также есть инструмент просмотра. Это вот такой значочек пальчика. Есть инструмент Select. Это обычная стрелочка, которая нам помогает что-то перемещать. Например, карандаш, который мы можем рисовать. Такой типа, как ластик, которым мы можем, кстати, чистить наше пространство полностью целиком. То есть чистить нашу доску. Либо, соответственно, здесь самим ластиком какие-то фрагменты убирать не нужны. Это интерактивная доска. Также ее основное преимущество заключается в том, что на ней можно создавать геометрические фигуры. Так как у нее есть геометрические опции. Видите, вы можете создавать различные геометрические фигуры. Помимо этих геометрических фигур, доска позволяет создавать свои математические формулы, которые я сейчас вам также продемонстрирую. Помимо этого, на доске можно также добавлять текст обычный, либо который будет в виде стикера, либо в виде отзыва, либо в виде вот такого вот окна, обычного окошечка. Также ниже у нас расположены следующие инструменты. Про математические формулы я сейчас как раз скажу. Надеюсь, у меня сейчас это все загрузится. Это либо форма. Вы можете менять размер отображения вашей доски. Он идет в процентах, соответственно, либо уменьшать, либо увеличивать. Например, если много у вас каких-то фрагментов будет, то, может быть, можно ее уменьшить. Имидж. Соответственно, это у нас изображение. Изображение дается в библиотеке изображений, которые вы можете использовать. Либо здесь есть также у нас изображение, которое мы уже, допустим, с вами сюда можем загрузить. Документы. Точно так же мы можем просмотреть здесь те файлы, документы, которые уже имеются, и выбрать их для использования. Либо можно будет загрузить, нажав на кнопочку «Обзор». Точно так же, как и с изображениями. Вот на вкладке «Изображения». Мы точно так же можем сюда загрузить и изображения необходимые. И что касаемо математических формул, вот смотрите, здесь как раз-таки огромный плюс в том, что мы можем создавать свои математические формулы. Здесь их множество. То есть вы, допустим, нажимаете вот сюда на данную вкладочку, здесь справа, вы видите, можно выбрать то, как будет формула выглядеть, то, какие символы будут использованы, то, какие функции будут использованы и так далее. То есть здесь можно как раз-таки самостоятельно создавать свои формулы. Вот, допустим, как пример. И, соответственно, вот она формула. Мы можем ее спокойно вставить и использовать уже по назначению. Дальше мы с вами это рассмотрим. Как это делать и где мы можем это использовать. Так, теперь смотрите, для того, чтобы, соответственно, пригласить своих учеников, пригласить своих коллег присоединиться к работе с данной доской, вам необходимо, соответственно, где-то взять ссылку. Эта ссылка расположена у нас вот здесь. Видите, в правом углу у нас есть вот такое вот окошечко, где как раз-таки отображаются участники, которые принимают участие в работе с данной доской. Сейчас здесь из участников только я, так как я пока вас еще не пригласила, но сейчас мы все это сделаем. Вот, смотрите. Здесь слева отображаются участники, те, которые создали эту доску. Справа, соответственно, будете вы, гости, либо ученики, преподаватели. Вот, ниже под гостями здесь как раз-таки есть те ссылочки, которые нам нужны. Ссылочка, которая нам нужна для работы, вот она. Вы ее можете просто скопировать. Ваши ученики могут при этом не иметь своего аккаунта на данном сервисе, а спокойно смогут пройти по данной ссылке и подключиться к работе с данной доской. Если, соответственно, здесь уже будет планироваться работа по самих учеников, создавать какие-то свои, возможно, свою работу какую-то они будут совершать, допустим, создавать какие-то свои задания, выполнять, которые вы, допустим, должны будете проверить, либо какие-то, может быть, проекты, что-нибудь в таком вот формате, то они могут, соответственно, создать свой аккаунт, и также, как, допустим, ну и вы, приглашать своих, допустим, в пару к себе коллег или, допустим, того же учителя проверить свою работу, например, предоставить вот эту вот ссылочку, скопировать ее и предоставить ее вам, допустим. Вы по ней пройдете и просто придете к доске, которую создал сам ученик. Вот. Ниже здесь есть чат, в котором вы также сможете общаться. Здесь в чате будут также... Можно просто общаться, то есть обсуждать какую-то тему, можно как-то реагировать, оставлять свои отзывы. Над чатом также есть вот ссылочка. Это ссылка как раз-таки на вот эту вот доску, которую мы с вами создали. Здесь будут... В данной области будут располагаться все действия, которые... Все шаги, которые вы будете проделывать с доской. То есть если вы будете загружать сюда какие-то изображения, документы и так далее, все будет здесь отображаться. Но сейчас как раз-таки мы это все и рассмотрим. Итак, я сейчас копирую ссылку в чат, и мы с вами попробуем совместно поработать в данной доске. Коллеги, я скопировала ссылку. Пожалуйста, проходите по ссылке, и мы будем пробовать с вами работать с данной доской. Также хочу сказать о том, что вы сейчас будете заходить как гости. Вот. Вы как гости. Но вы всегда можете изменить свое, так скажем, имя, нажав просто на свое имя в этом вот окошечке, где отображаются гости и владелец доски. Просто нажимаете на свое имя. Что-то у меня. И меняете его на другое вам понравившееся, к примеру. Вот. Я вижу, что вы подключились. Здесь. Отлично. Итак, переходим к работе. Что же можно делать в данной доске? Что в ней можно создавать? Чем же она так интересна? Итак, первое, с чем хотелось бы поработать. Соответственно, давайте попробуем с вами поработать с изображениями. Допустим, я хочу, чтобы вы... Вот сейчас и по ходу будем как раз-таки смотреть... Вы посмотрите, как можно, допустим, загружать изображения, документы и так далее. Как работать с инструментами данной доски. Я хочу, чтобы, допустим, ученики выполнили следующее задание. Мы загрузим сюда картинку. Нажимаем на инструмент изображения. Нажимаю на обзор и загружаю с компьютера необходимую мне картинку. Она у меня загружается вот здесь, получается, в самих изображениях. Я ее выбираю, и, соответственно, у меня доска требует разрешения. Разрешение. Я нажимаю ОК. Изображение у меня загрузилось. Изображение я... Я уже могу переместить, но что-то... Итак, смотрите, задание заключается в следующем. На картинке изображены, так скажем, устройства компьютера. И я, допустим, даю следующее задание. Хочу, чтобы ученик, использовав карандаш, смог подписать каждое из вот этих вот изображений. Какое это устройство компьютера. Вот вы сейчас, допустим, берете карандашик, инструмент. Так, кто-то уже у меня тут к работе приступил. Давайте, коллеги, сначала попробуем поработать со мной, а потом уже самостоятельно договорились. Сначала мы поработаем совместно, а потом я вам разрешу поработать самостоятельно. Итак, смотрите, следующая задача. Допустим, мы карандашом рисуем линию, например, и указываем, и подписываем данное устройство доски. Так, вот, если что-то, допустим, также, смотрите, если рассматривать инструмент карандаш, сразу скажу, вот, смотрите, здесь можно выбирать, соответственно, цвет линии, которые вы хотите использовать. Также можно выбирать ширину линии. Вот, и, вот, смотрите, рисовать карандашиком. Вот, например, я рисую и подписываю карандашом, да, пишу. Соответственно, когда вы работаете на данной доске, вот вы видите, да, что я вижу то, кто этим карандашиком рисует. То есть, если это Нелли, то я сейчас вижу, что вот Нелли мне подписала сканер. То есть, вы на доске отображаетесь, вас видно. Вот, Людмила пишет, монитор, отлично. Так, гость 42-43 тоже мне подписывает, монитор, отлично. Так, вот, если вы, допустим, где-то не так нарисовали стрелочку или, допустим, ну, что-то где-то ошиблись, то всегда можете стереть. Вот, например, я могу использовать вот этот, используя наш инструмент ластика, стереть название, просто все убрать. Но хочу сразу сказать вам о том, что данный инструмент позволяет стирать не только то, что вы сейчас создали, то, что вы нарисовали карандашом, но и само изображение. То есть, если я сейчас начну стирать изображение, оно у меня, соответственно, все исчезнет. Вот, поэтому будьте аккуратны в этом плане. Вот, отлично. Отлично. То есть, если учитель дает задание ученикам, например, вот в таком формате что-то подписать, допустим, указать, то он всегда увидит, какой ученик что подписывает. Потому что, когда вы работаете с данным инструментом, видно, кто на доске, кто где находится, так скажем. Вот. Это, допустим, вот одно такое из заданий. Также, если мы, допустим, захотим использовать, точнее, удалить линию. Вот, например, нам линия эта не нужна, и мы хотим ее либо переместить, например, от одного названия к другому, либо просто удалить. Сделать это очень просто. Простите, нажимаем инструмент «Стрелочка» и просто нажимаем, выбираем ту линию, нажимаем левую кнопку мыши и перетаскиваем. Вот у нас появляется вот такая корзина сверху. И перетаскиваем, убираем то, что нам не нужно. Все, я удалила, к примеру. Можете попробовать, да? То есть, допустим, можете поудалять свои вот эти созданные формы. Вот. Если нам необходимо... Смотрите, мы создали доску, да? Она у нас уже создалась в библиотеке той, которую я вам демонстрировала, да, показывала, где у нас все доски сохраняются. Если мы хотим просто вот с той же самой доской работать, мы не хотим сейчас новую доску создавать, потому что, допустим, у нас сейчас тема, например, устройства компьютера. И нам непосредственно нужно работать именно с этой доской. Нам не нужно создавать сейчас другую доску. То нам нужно будет просто стереть доску, то есть не нажимать вот здесь вот на новую доску, да, а просто выбрать инструмент «Ластик» и почистить доску. Это для того, чтобы у нас не создалась новая доска. Иначе, если мы сейчас нажмем на новую доску, у нас просто создастся совершенно другая ссылка и на другую доску. Вот. Поэтому лучше просто очистить, так скажем, пространство, с которым вы хотите работать дальше. Если, конечно, вы хотите создавать другую доску, то, пожалуйста, можете нажать на вот этот вот значок. Белой чистой доски, пустой. И у вас создаться совершенно другая новая абсолютно доска. Итак, следующее задание. Точно так же продолжаем работать на эту тему. Мы, допустим, хотим уже использовать инструмент фигуры и инструмент текст. Давайте попробуем поработать с ним. Итак, делаем следующее. Я, например, хочу, чтобы вы мне точно так же на тему устройства компьютера поработали. Я рисую. Вот давайте попробуем поменять размер линии и цвет. Допустим, я хочу такой вот красивый зеленый. Сделать ее немножко потолще. Линию рисуем. Так, отлично. Вот, коллеги уже подключаются к работе. А мы возьмем и вот так почистим. Вот, я рисую. Давайте вот такую вот, так скажем, схемку нарисуем. Здесь у нас будет отображаться название. Вот я нарисовала вот такой вот прямоугольник. В прямоугольнике я хочу разместить название. Пишу. Для того, чтобы мне это сделать, мне необходимо, соответственно, выбрать инструмент текст. И вот такой вот инструмент с буквочкой Т. Это будет просто текст на пустом, так скажем, чистом поле. Пишем устройство компьютера. Смотрите, я написала, да. Казалось бы, текст расположен вроде бы в самом вот этом вот пространстве блока, но он как-то неровно находится там. И хотелось бы его немножко поправить. Сделать это можно легко. Мы выбираем также инструмент стрелочка и им корректируем наш текст. Смотрите, текст мы можем, соответственно, менять шрифт. Мы можем изменять размер, увеличивая или уменьшая, так как вам необходимо, да. Ну и делать его либо жирным, курсивом и размещать слева, справа, посередине, так как вам удобно. Вот. И, соответственно, вот здесь давайте так. Мы снова рисуем стрелочки. Снова используем инструмент карандаш. И от нашего блока рисуем стрелочки или просто линии. И пишем, используя инструмент текст. Пишем те устройства компьютера, которые, как бы, вы знаете. Вот. Смотрите. Здесь также сейчас мы сможем с вами что сделать? Вы можете использовать просто инструмент текст. Можете использовать стикеры. Например, я нажимаю на стикера и помещаю вот в любом месте, да, где я хочу написать. Нажимаю и пишу, например, монитор. То есть можно использовать таким образом. Вот. И инструментом снова стрелочка. Я помещаю его туда, где хотела бы разместить, да, допустим. Далее точно так же мы можем инструмент текст использовать обычный чистый вот такой вот пустой квадратик. Вот. Видите, если просто назвать тоже на пустом месте, допустим. И пишем. Париатура. Вот. Я снова перемещаю туда, куда мне необходимо. То есть здесь можно абсолютно самостоятельно и без проблем перемещать все вот эти наши блоки. Коллеги, сразу скажу, что почему вот мы все-таки в эксплорере, да, работаем. Потому что я, как сказала до этого, что некоторые функции, если мы будем работать в других браузерах, они недоступны так, как надо. Они не работают. Здесь как раз-таки в эксплорере здесь без проблем можно работать со всеми этими инструментами. Вот как раз-таки, если вы сейчас открыли в Google Chrome, просто я вижу, что у вас не получается у некоторых. Если вы в другом браузере открыли, то, соответственно, здесь вот эти вот инструменты текста, они могут работать некорректно. Или вообще вы их просто не сможете передвигать, потому что, к сожалению, там вот эти функции, они теряют свою силу и работают не так, как нужно. Вот. Вот. Отлично. Смотрите. Вот. То есть мы попробовали с вами создать, да. То есть ученики могут точно так же размещать либо в виде стикеров свои, допустим, какие-то, какой-то текст в них помещать, либо вот таких вот блоков. С отзывами мы с вами поработаем, но чуть позже. Как создавать отзывы и где. Ну, в принципе, это понятно, но мы чуть позже покажу, как это работает. Вот. Отлично. Также, смотрите, к данному же заданию мы можем что еще сделать? Мы можем загрузить изображение. То есть помимо вот текста того, которого мы здесь разместили в блоке, да, сделали вот такую вот схемку, мы можем поместить изображение. Как это сделать? Смотрите. Здесь тоже нужно быть внимательным. Если я сейчас вот обращусь к инструментам вот здесь наверху, то у меня просто-напросто, если я вот загружу отсюда, у меня просто-напросто все то, что мы с вами создавали, оно исчезнет. Потому что когда вы будете загружать сюда изображение, он у вас попросит разрешение в сервис. И вы, соответственно, если вы согласитесь, то у вас просто обновится доска, и она будет пустой, и загрузится изображение одно. Соответственно, прежде чем приступить к работе с изображениями какими-то или документами, вам необходимо их сначала загрузить. Загрузить, как я вам и говорила, можно вот здесь ниже, да, ниже в инструментах изображения. Изображение, вот, это некое, так скажем, у нас создается хранилище, где ваше изображение, которое вы загружали, хранятся. Вот, допустим, я сюда перехожу, и у меня здесь уже есть какие-то, допустим, изображения. Если их нет, то нужно загрузить их здесь, то тогда доска не будет обновляться. Вот смотрите. То есть вы даете задание, когда ученику, да, к примеру, и ему нужно картинки здесь разместить на доске, то вы обязательно должны предупредить о том, что нужно для начала вот здесь загрузить, потому что вы сейчас тоже можете сами, самостоятельно со своего компьютера загрузить изображение. Попробуйте. Вот. Вот, допустим, я с компьютера загружаю новое изображение, оно у меня появляется здесь. Здесь, соответственно, здесь я его выбираю, и оно у меня появляется на доске. Вот. Я его могу переместить туда, куда хочу. Оно может, ну, вот так же, используя просто стрелочку, я его помещаю, допустим, куда хочу. И, соответственно, могу нарисовать там к нему стрелочку, да, то есть вот такая вот работа может быть. Сразу скажу о том, что еще вот такой минус есть, что изображение должно быть заранее готово, потому как, к сожалению, доска не дает возможности изменить размер самого изображения. Поэтому, если вы в интернете находите большое, качественное, хорошее изображение, то, соответственно, загрузив его сюда, оно просто-напросто загрузится в том размере, в котором вы его сохранили, вот как сейчас у меня, вот вы, допустим, и делаете, да. Да, вот. Поэтому прежде чем с изображениями работать, их нужно либо уже находить нужного размера небольшие, либо в других программах как-то корректировать. Поэтому имейте в виду, когда вы будете давать какие-то задания с изображениями для своих учеников, или, может быть, вы будете работать совместно с педагогами или родителями, да, в этой доске. Вот. Вот отлично у меня. Кто-то вот загрузил вот такое большущее изображение, которое можно даже вот так вот пощелкать, посмотреть. Мы можем, конечно, вернуться назад, нажав на вот эту стрелочку в правом верхнем углу возврата. Что-то он не хочет. И вот смотрите, коллеги, о чем я говорила. Все наши действия, все наши документы или изображения, с которыми мы работаем, они вот здесь как раз-таки в окошечке, вот в этом, ниже нашей ссылки отображаются. То есть кто какие изображения загружал, здесь вы все можете отследить, да. Допустим, я вижу, что загрузила Людмила, Нелли. Вижу, какие изображения вы сюда применили, так скажем, да. И, соответственно, здесь вы можете выбрать, да, допустим, если хотите, то либо сохранить это изображение, которое загрузил ваш коллега или ученик, либо, может быть, использовать его уже непосредственно к этой доске, да, допустим, нажав на самую первую ссылочку «Загрузка изображения». Вот. Я загрузила изображение Нелли, к примеру. Итак, давайте почистим нашу доску и продолжим с вами работать. Сейчас мы с вами попробуем поработать с документом. Данный сервис позволяет работать с документами. Загружать сюда можно и использовать документы обычного, как мы привыкли, да, из текстового редактора док, да, в формате док, либо мы можем загружать PDF-документы, либо мы можем также загружать презентации. Все они по-разному здесь отображаются, но со всеми с ними можно работать. Смотрите, давайте попробуем с вами поработать с обычным документом. И вот у меня хоть здесь они и загружены, но я хочу вам продемонстрировать то, как загрузить можно именно, используя инструменты верхней панели. Мы выбираем инструмент «Документ». Соответственно, если какие-то документы здесь были загружены, вы можете уже отсюда их использовать. Вот, к примеру, вам необходимо поработать с документом, да. Вы хотите дать задание. Уже оно у вас готово, к примеру. Сейчас я продемонстрирую. Допустим, вот. И загружаю данный документ. Он у меня загружается. Думает. И, допустим, вы даете ученику, предоставляете текст. Соответственно, у нас опять сервис запрашивает разрешение. Мы разрешаем. Вот. Текст отображается следующим образом. То есть так, как он отображается у вас в обычном виде в документе. Вы, допустим, даете ученику задание, он должен вписать сюда пропущенные слова, да, например. Вписать, соответственно, также можно, используя либо карандаш. Но если, смотрите, он будет использовать карандаш, то, ну, карандашом не всегда ровно получается написать. И, соответственно, здесь не все войдет. Соответственно, здесь лучше использовать инструмент «Текст». Обычный, да. Например, мы выбираем инструмент «Текст». И здесь уже, соответственно, вы можете, ученик печатает пропущенные слова в данном тексте. Вот попробуйте сейчас напечатать. Так, Людмила, вижу, печатает. Так, попробуйте, коллеги, напечатать пропущенные слова. Вот, ученик читает текст и вставляет, так скажем, пропущенные слова. Так, отлично. Я вижу, что я, смотрите, могу редактировать ваш текст. Я могу изменять его размер, я могу изменять его шрифт и так далее. То есть, несмотря на то, что как бы вы вносили этот текст, или там ученик работал с этим текстом, то он, тем не менее, учитель может его здесь корректировать. Отлично. Смотрите, здесь, допустим, если ученик внес, допустим, решил, что вот он написал неправильно, не то слово написал, то, соответственно, здесь стереть будет сложнее, потому что мы можем стереть, убрать все вместе с текстом, с основным, с которым мы работаем. Соответственно, здесь лучше использовать инструмент стрелочка и переносить просто ненужные вот эти слова или неправильные слова, те, которые были вписаны, в корзину. Просто перемещаем их в корзину, перетягиваем, все. И никаких проблем не возникнет у ученика, например, и никакой текст у нас не удалится. То есть мы вместо ластика будем использовать инструмент стрелочка и перетаскивать наши какие-то ошибочные тексты, наше ошибочное слово, наши ошибки в корзину. Вот. Можно работать так, с текстом. Также можно работать с текстом следующим образом. Например, вот у меня на компьютере есть подготовленный уже текст, да. Допустим, тот же. Я его копирую. И уже используя другой инструмент, мы можем дать задание уже непосредственно здесь. Удалим все. Даем задание. Вот. Инструмент. Open. Открываем. Это текстовый редактор, который позволяет как раз-таки работать с текстом. Печатать текст, удалять и так далее. То есть то, как мы привыкли работать на компьютере с текстом. Как раз-таки здесь вот мы, если, допустим, даем задание какое-то ученику, точно так же вы можете в пропусках впечатывать недостающие слова. Либо здесь можно как раз-таки с коллегами обсуждать какое-то, может быть, проводить какое-то обсуждение с коллегами, да, относительно любого текста, который, допустим, вы хотите откорректировать. Вот. Попробуйте сейчас... Ой, не надо. Попробуйте сейчас поработать с текстом, который я вам предоставила. Так. Здесь, смотрите, есть возможность точно так же редактировать... Нет, здесь, смотрите, здесь мы используем не инструмент текст, мы не вставляем здесь, как в предыдущем варианте текст в тексте, а здесь мы можем его напечатать, используя клавиатуру нашу, да, то есть вы ставите курсор мыши на пропущенное, так скажем, пустое место, где пропущено слово, и печатаете текст. Здесь точно так же действует инструмент ластик, то есть, смотрите, аккуратно можно удалить и стереть все, что как бы здесь предложено. То есть, вот, смотрите, да, вы сейчас... Вот, допустим, можно, да, напечатать. Отлично. Текст. Так. Здорово получается, да? То есть, и здесь как раз-таки уже проходит обычная работа, то есть то, как привык, как вы привыкли, как ученик привык работать с клавиатурой, просто печатав с нее, например, да, если возникают какие-то сложности при вводе текста, используя другой инструмент. Здесь также можно выделять нужные фрагменты, допустим, в тексте, если, например, нужно к ним отнестись как-то. Это вот сейчас я вам также продемонстрирую еще на другом документе, с которым вы поработаете. Смотрите, здесь вот как раз-таки можно подчеркивать, да, то есть выбирать необходимые какие-то, подчеркивать нужные. Если, допустим, идет обсуждение документа, то, пожалуйста, можно, например, выделять текст и писать к нему отзыв, к примеру, например, если мы используем инструмент «Текст», мы выбираем вот такой вот значок отзыва, мы ставим его, например, и вы на пустом месте, и вы можете здесь напечатать отзыв к данному фрагменту текста, например, вот, и его, соответственно, принести туда, куда необходимо. Вот, сейчас также я вам продемонстрирую, как это можно сделать с другим документом. Вот, смотрите. Чистим и смотрим. Я вам говорила о том, что можно в данном сервисе загружать различные документы, не только доковские документы, да, а можно загружать также и PDF-файлы, да, например, какие-то PDF-документы. Точно так же, если вы загружались с компьютера, и здесь у вас оно сохранилось, вы просто выбираете PDF-документ, и, соответственно, с ним можно здесь работать. Например, с коллегами вам необходимо сейчас прочитать, да, тот документ, который мы здесь предоставили. и выделить, допустим, основные... так, ага, и выделить основные... так, ага, и выделить основные... не поняла... вот, считаться в документ и выделить основные подходы, например, или основные идеи, да, например, данного документа, данного текста, да, вот, сделать... смотрите, это так, как это PDF-документ, здесь его, он загружается полностью, целиком, то есть, смотрите, если вы с коллегами будете работать, то не бойтесь, загружается все, документ загрузится полностью, а не один лист, допустим, да, то есть вот он у меня загрузился полностью. Листать его можно просто колесиком мышки бежать, так скажем, вниз и смотреть то, что в этом документе есть. Вы можете побегать по документу, посмотреть и выделить основное, используя, соответственно, инструмент, допустим, карандаш, да, можно изменить цвет карандаша и выделить в тексте те фрагменты, например, которые, на ваш взгляд, допустим, являются основными. Вот, обычной линией. И если, смотрите, мы спускаемся вниз, то у нас линия никуда не уходит, она остается на месте, она неподвижна, так скажем. Также здесь вы можете оставлять свой отзыв, например, вот попробуйте здесь сейчас оставить именно отзыв, используя инструмент текст. Так, вижу, отлично. То есть здесь, смотрите, на пустом месте создали, если нужно его передвинуть куда-то в ваше окно с отзывом, то, пожалуйста, вы можете спокойно это сделать, например. И здесь внести текст. В данном отзыве, например, написать, да? Отлично. Интересно, да, правильно. Вот. То есть можно организовать работу с текстом следующим образом. Можно загружать PDF. Как раз-таки здесь, да, удобно то, что можно... То, что все текстовые документы грузятся целиком, они не делятся, все изображения, которые есть, сохраняются. Сразу хочу сказать еще про изображения. Даже если, допустим, вы загружаете изображение, допустим, которое... либо не статично, а оно подвижное изображение, да, так скажем, то здесь сервис не позволяет всем сохранить вот эти функции. И ваше изображение, оно будет просто обычным изображением, оно не будет в нем там ничего происходить. Также у нас и с видео происходит. То есть здесь, к сожалению, нет возможности загружать видео. Если это... Дальше мы посмотрим, будет скриншот. Не скриншот, точнее, а ссылка на веб-страницу, то и веб-страница будет здесь отображаться как просто, ну, так скажем, текстовый файл, текстовый документ, где вы также сможете вносить свои какие-то правки и коррективы. Так, отлично. То есть так мы можем... Вот смотрите, да, да. Вот, вы можете перемещать свои отзывы. Отлично. Это если мы работаем с документом PDF. То есть есть возможность работать с документом PDF. Как раз-таки вы видите, что вот он у нас здесь также справа в нашем окошечке загружается. Вы можете его себе скачать, допустим, если нужно. То есть в процессе работы, если коллеги загружают документ для работы, вы его можете просто скачать себе на компьютер без проблем. То есть не требуя, допустим, ссылку или не требуя того, чтобы коллега отправил вам его по электронной почте. А просто достаточно здесь нажать на Save и сохранить себе данный документ на компьютер. Далее мы сейчас снова чистим экран. И еще одна особенность того, что здесь можно также загружать документы в формате презентации. Это тоже отлично, потому что, допустим, вы хотите поработать совместно с коллегами над какой-либо презентацией, и вам необходимо ее загрузить, например. Но также необходимо, чтобы к ней как-то отнеслись, внесли какие-то правки, коррективы и так далее. Соответственно, здесь вы загружаете свою презентацию. Она будет отображаться следующим образом. Вот смотрите, здесь не так, как в документе PDF, да, здесь нельзя просто вниз спуститься и просмотреть все слайды. Здесь их можно полистать, используя вот эти вот стрелочки сверху, вправо-влево. Листайте вправо, и, соответственно, здесь можете листать презентацию. Вот, например, если вы хотите, чтобы ученики работали с данной доской, да, то непосредственно сначала, может быть, даете им какую-то справочную информацию о теме, то можете загрузить вот такую вот презентацию, да, для начала. Потом уже непосредственно они могут переходить, допустим, создание тех же вот блок-схем каких-то, точнее, заполнению блок-схем, которые вы им потом предоставляете после того, как они вот эту презентацию пролистали, посмотрели здесь, может быть, как-то отнеслись. Потому что здесь точно так же можно инструментом карандаш для себя выделять какие-то нужные, важные, важную информацию. Вот, единственное здесь, ну, я долго разбиралась с этим, но все-таки не совсем поняла, почему сохраняются те правки, которые мы вносим карандашом, те линии, допустим. То есть вот я, допустим, подчеркнула для себя нужную информацию. Я листаю, перехожу к другому слайду, у меня, соответственно, здесь эта линия, она никуда не исчезает, она остается на данном слайде. То есть здесь не так, как с другими документами, к сожалению, остается, ну, вот такая вот, да, особенность. Вот, но линию можно удалить, соответственно. То есть если поработали мы с этим с вами слайдом, то мы можем линию удалить, переместить ее просто в корзину, да, к примеру. То есть вот, смотрите, вы сейчас, я хочу, чтобы вы поработали с презентацией и выделили, допустим, для себя важную информацию, к примеру, да. Подчеркнули, отметили текстом. Попробуйте. Так, вопросы. Так, если, коллеги, есть вопросы, то, пожалуйста, в чате. Отлично. Так, уже вижу, что начинаем работать. Ну, здесь, смотрите, получается, что... Да, вот, единственное то, что получается, здесь нужно понимать, что если мы работаем, то работаем совместно, то мы должны работать непосредственно... Так, стоп. Мы должны работать и договориться о том, допустим, над каким слайдом мы сейчас будем работать, потому что у вас так же, как и у других, и как у меня, есть возможность листать. Соответственно, один, если кто-то листает, то, а другой пытается еще с этим слайдом работать, то получается такая как бы несостыковка. Поэтому лучше, конечно, договориться перед тем, как работать с презентацией. То есть давайте, допустим, 5 минут на такой-то слайд. И вот мы работаем, к примеру, да, рассмотрим информацию там и так далее. Далее переходим и уже к другому слайду. Либо также здесь можно... Так, ага, вижу. Можно, конечно, чистить, используя инструмент «Ластик», то, что вы хотите, допустим, вообще убрать, допустим, и вставить. Но здесь, конечно же, это все будет на других слайдах отображаться. Вот вы видите, да? То есть вот я сейчас, если полистаю, то, к сожалению, здесь у меня что-то уберется. Поэтому есть и плюсы, и есть и минусы работы с презентацией в данном сервисе. Но работать с ней можно. Вот. Далее попробуем с вами сейчас поработать с веб-страницей. Допустим, мы хотим совместно, может быть, с учениками. У нас, допустим, на классном часе мы готовимся, не знаю, к новогоднему утреннику. И быстро, чтобы не терять времени, нам нужно найти новогодний сценарий и его откорректировать. Соответственно, мы используем интернет, используем поисковую систему. Ищем новогодний какой-нибудь сценарий, да? Новогодний сценарий утренника. Мы ищем этот сценарий и подбираем его, да? Допустим, чтобы не терять времени, мы ищем его в интернете и вот, допустим, открываем какую-нибудь страницу, находим и смотрим. Ну вот, к примеру, да? Нам понравился вот такой вот сценарий. Мы копируем ссылку в адресной строке. И, соответственно, здесь нажимаем на инструмент веб-пейдж, то есть переходим к инструменту, который нам позволяет вставлять ссылку на веб-страницу. Вставляем сюда эту ссылочку, которую мы с вами копируем и нажимаем Open. Разрешаем нашему сервису использовать данную веб-страницу и смотрите. У нас наша веб-страница загрузилась. Загрузилась она у нас, соответственно, целиком. Здесь ничего не обрезается, но ссылки, которые есть на веб-странице, изображения и так далее, они у нас не работают. Это у нас все теряется. То есть здесь сейчас веб-страница у нас перед вами, перед глазами, она просто как такое изображение. И вот мы, допустим, смотрим с вами сейчас, давайте посмотрим сценарий, например. Мы посмотрели, почитали, допустим, и здесь можно как-то отнестись. Вот как раз-таки сейчас вы можете отнестись хоть текстом, хоть используя карандаш, хоть используя отзыв, либо стикер, что угодно. либо, ну, написать, будем ли мы использовать данный сценарий или нет. Просто, или, допустим, вот мы сейчас просто просмотрели, прочитали, решили, нет, не пойдет, давайте другое. То есть не теряя времени, мы тут же сразу же, допустим, ищем другой какой-то сценарий и копируем ссылку на него в наш сервис. Снова ввестим нашу доску и вставляем ссылочку, используя инструмент. Смотрите, здесь еще в чем плюс? В том, что те ссылки на веб-страницы, с которыми мы уже с вами работали, они у нас сохраняются. Когда мы нажимаем на инструмент, снова, да, который нам позволяет их загрузить, у нас здесь вот перечень ссылок всегда остается под пустой адресной строкой. Вот. И вот как раз-таки, да, вы сейчас видите, вот у нас, пожалуйста, есть вот такая вот веб-страница, где вы можете отнестись, да, к тексту, например. Нам он понравился, и мы будем сейчас с вами выбирать, например, кто у нас там ведущий, вот, допустим, ведущая, и смотрим, вообще, какие у нас здесь персонажи, допустим, есть. и кто за что отвечает. Здесь можно как раз-таки, вот, допустим, сбоку подписать, да, например. Либо сверху. Не видно текста только, да. Он у вас, получается, просто некорректно, да, отображается, я так понимаю. Вот это смотря, да, это смотря еще какой браузер, потому что я говорю, если это браузер, ну, либо Chrome, либо Mozilla, к сожалению, они не позволяют нам все функции данной доски просмотреть и использовать так, как хотелось бы, так, как нужно было бы, вот, к сожалению. Поэтому здесь лучше, конечно, использовать стандартный. Вот я не нашла лучший способ, как только использовать, вот, стандартный браузер, потому что он как раз-таки, так скажем, грубо говоря, не съедает вот эти вот все возможности, и он отображает и все, все инструменты, и все возможности так, как надо, так, как они идут с данным сервисом. Так, отлично. Вот. То есть мы здесь можем непосредственно работать с веб-страницей. Либо, например, может быть, это какое-то создание учительского блога, да, или с сайта школы, и здесь необходимо учитывать мнение каждого педагога. То есть здесь точно так же мы можем, соответственно, найти там, ставить сюда адрес сайта школы, и здесь с коллегами мы можем, соответственно, обсудить и посмотреть, что не так, какие, допустим, вкладки мы можем убрать или какие добавить, что вообще зачеркнуть. То есть здесь, допустим, так как есть вот такие инструменты, как карандаш, как текст, мы без проблем можем выделять, мы можем, вот сейчас вы можете, да, что-то зачеркивать, убирать, вот, либо там хотелось бы добавить, либо вот здесь вот, например, кто за что отвечает, да, например, кому что разработать, кому какие коррективы сюда внести. То есть здесь вот видите, хорошо то, что он в неизменном виде получается перед вами, перед глазами появляется веб-сайт, с которым вы хотите поработать, в который вы хотите внести какие-то свои коррективы. Вот. Давайте, коллеги, так как времени у нас не так много, мы рассмотрим еще одну из основных функций, это математические формулы. Если честно, я не сразу их, так скажем, поняла и распознала. Удалось мне это не очень легко, но тем не менее, здесь оказалось все достаточно просто, чем есть на самом деле. Вот. Для начала, прежде чем перейти к математическим формулам, мы с вами рассмотрим еще такой вариант доски. Вот доску можно сделать либо просто чисто белой, да, как мы сейчас с вами работали, ее можно сделать в таком вот формате, то есть мелкую клетку, а можно сделать и крупнее. То есть как раз-таки здесь сейчас удобно нам создавать геометрические фигуры, да, какие-то, потому что рисование здесь будет только четко по клеткам, не как по-другому. Поэтому работать и создавать геометрическую фигуру здесь можно без проблем. Вот давайте сейчас с вами попробуем создать треугольник. Соответственно, выбираем нашу вид доски, вот такую вот крупную сетку, клетку точнее, и будем рисовать не карандашом, а используя геометрические фигуры, линию. Коллеги, давайте с вами попробуем, каждый из вас попробует нарисовать. Вот такое задание, да, допустим. Мы рисуем треугольник. Вот, нарисовали. Соответственно, нам нужно сейчас, вот после того, как вот рисуем, да, нет, вот о чем я и говорила, что прежде чем вы будете давать задание, нужно сказать о том, что здесь, так как у нас сейчас вид доски поменялся, на вот такой вот вид, как он в клеточку, так скажем, в крупную клетку, да, то здесь у нас будет рисование четко по, и строго по клеткам. Соответственно, здесь рисовать просто карандашом не получится. Нужно использовать именно геометрические фигуры, линии. Вот. Ну, не забываем, что мы можем то, что у нас не получилось нормально создать, удалить, используя вот такой вот наш инструмент, как стрелочка. Просто перетаскиваем все в корзину. Так, рисуем. Треугольник. Нарисовали, да? Отлично. Теперь нам необходимо его подписать. Не забывайте об этом тоже говорить, что подписать здесь не получится, да, допустим, мы же здесь только по клеточкам можем рисовать. Соответственно, мы без проблем можем сейчас применить обычную белую доску, просто ее выбрать. Ага, Людмила у нас рисовала. Все. Отлично. И сейчас, допустим, мы подписываем стороны нашего треугольника, используя уже наш инструмент карандаш, и пишем. А. Вершины треугольника. В. И. С. Вот. То есть есть вот такая вот возможность. мы можем сами. Так. И у нас здесь, соответственно, вот, да, подписываем нашу вершину треугольника. Здесь как раз-таки вы можете попросить ученика, например, я хочу, чтобы ты подписал, да, допустим, что обозначает сторона А, Б, сторона А, С, и что такое сторона Б, С. Вот, например, здесь мы сейчас пишем вот и отмечаем стороны. И здесь, соответственно, можем написать, да, либо используя инструмент текст, либо используя просто инструмент карандаш. И написать, что такое А, Б, дать задание такое, А, С, стереть, если вам, допустим, ой, возвращаемся. А, С и В, С. Задаем вопрос. Допустим, да, отлично. Вот, то есть здесь можно, или, допустим, вот я могу сейчас, или вы можете у меня здесь отметить, да, вот эти вот вершины, то есть обвести. То есть здесь можно сразу же работать с учениками. То есть он рисует, вы поправляете здесь, допустим. Ага, что у нас такое, допустим, Б, С. Тут немного неправильно, да, допустим, вот мы зачеркиваем, вот я, допустим, пишу, что здесь должна быть А. Вот я как учитель, я красный выбрала, и уже здесь исправляю, что здесь сторона А, а здесь Б. Соответственно, здесь что такое Б, С, я, допустим, и спрашиваю. Можете подписать. Допустим, я вот спрашиваю, что такое Б, С, у ученика. Вот, задаю вопрос. Он мне здесь же может ответить текстом, соответственно. Вы можете сейчас попробовать ответить текстом здесь. Это у нас основание. Можете подписать. Прямое основание. И что такое Б? Прямое основание. Отлично. То есть можно работать вот таким образом. Соответственно, здесь можно создавать и треугольники, и квадраты. Здесь уже как бы, ну, вы можете поработать, да, использовать данный сервис на уроках, например, по геометрии. То есть здесь сразу идет такая вот работа совместная. Тут же ученик выполняет. Тут же вы можете проверять. Тут же задавать, вот как я вам сейчас задала вопрос, и вы на него ответили, да. Ответить можно в любом формате в плане, ну, используя текст, либо уже текст, инструмент текст, либо, соответственно, просто карандашом написать, да, ответ. Либо точно так же, используя инструмент текст, текстовый редактор точнее, вы можете, допустим, задание решить теорему, да, допустим, доказать, точнее, теорему. И здесь ученик уже непосредственно может доказывать ту теорему, которую вы попросите, да, которые необходимо нужно будет доказать. Так, сейчас снова мы с вами... Ладно, давайте попробуем, не будем убирать. И напоследок сейчас попробуем разобраться с математическими формулами. Смотрите, математические формулы. Здесь можно математические формулы, конечно же, загружать и в виде картинок. Но это все просто, и это все не, так скажем, ничего необычного не вызывает, да, никаких, ничего необычного. Потому что вы можете загрузить математическую формулу в любом другом сервисе, да. А здесь как раз-таки можно создавать математические формулы самому. Если мы, соответственно, здесь... Вот смотрите, у меня будет задание там сейчас. Вот, мы используем инструмент ниже. Инструмент математические формулы. Мы когда переходим, смотрите, только не забывайте, пожалуйста, вот к этому инструменту, мы должны непосредственно нажать на саму вкладку, и она у нас будет развернута, и здесь, соответственно, появятся все наши составляющие, которые должны идти к формуле, да, то есть как она должна выглядеть, элементы формулы и так далее. Так, сейчас я открою задание. Где-то у меня было. Да. Допустим. Сейчас, секундочку. Допустим, вот, необходимо найти значение синусового угла π восьмых. Вот такое задание. Ну, допустим, у вас уже есть заготовочка, вы просто копируете текст самого задания, сейчас мы сначала его, допустим, мы почистим все-таки нашу доску, нажимаем ОК, и здесь делаем вставку текста. Вставляем наш текст, и вот необходимо найти значение синуса угла. Соответственно, нам и синус, допустим, вы хотите формулу, чтобы, ну, соответственно, здесь создаете формулу самостоятельно, и ученик здесь может сам также совершить решение, да, данной задачи, данного задания. Формулу мы вводим вот здесь в строке. Соответственно, вот то, что здесь написано, это эта формула, нам необходимо написать π восьмых. То, что здесь есть, я удаляю. Далее перехожу и выбираю тот формат, который нам нужен, то есть то, как у нас будет выглядеть наше значение. Вот, значение π восьмых, то есть π делим на 8. Соответственно, выглядит это вот следующим образом. Мы выбираем вот такой формат. Далее, в таких кавычках мы должны с вами поместить наше значение π и, например, вот во второй кавычке 8. Соответственно, здесь у меня внизу появляется уже сама формула. Она у нас верная, да, получилась так, как нужно. Мы ее вставляем. Она у нас, вот она, вставилась, наша формула, да. Смотрите, также она вставляется со своим отдельным полем. В это поле вы также можете продолжить писать, допустим, плюс, например, 2, да. Вы можете продолжить писать дальнейшие, так скажем, формулы. Вот, либо уже ученик здесь продолжает писать. Но он также должен учитывать то, что здесь нужно не забывать использовать именно все вот эти символы, которые здесь есть. Без них формула такая не получится. То есть формула не будет правильной. Соответственно, если мы хотим продолжить, например, допустим, написать вот такую форму тангенс π восьмых равно корень из 2 минус 1. Соответственно, мы с вами пишем. Выбираем с вами. Мы можем выбрать заново, например. Вот я сейчас удаляю вот эту формулу. То есть мы ее уже поместили. Она нам сейчас нужна другая. Мы выбираем значение функции. Выбираем тангенс. Далее мы можем выбрать, соответственно, то, как у нас должна влиять формула. Выбираем символ значения π восьмых. И далее нам нужно равно корень из 2 минус 1. Написать равно. То есть мы используем обычные символы на клавиатуре равно. Здесь же снова выбираем корень. Ищем. Корень. Соответственно, пишем 2, потому что корень из 2. За скобочками пишем минус 1. И вот у нас получилась с вами формула, которую мы хотим. Там, в принципе, восьмых равно корень из 2 минус 1. Мы ее, соответственно, перемещаем сюда. Смотрите. Формулу можем также удалить, если нам необходимо просто переместить в корзину. Мы можем ее редактировать. То есть правой кнопкой мыши нажимаем на саму формулу. И мы можем ее редактировать. То есть у нас открывается вот такой редактор, который я вам показывала до этого. Также мы можем ее удалить. Мы можем сделать ее основной. Либо отменить действие. Итак, то есть вот такая вот формула. И вы ее можете создать. Допустим, вот вам эта формула не нужна. Мы ее удаляем. И вот вам нужно... Вы даете задание, чтобы ученик нашел необходимое значение синуса угла тангенса π восьмых. Равно в корень из 2 минус 1. И далее уже должно пойти решение нашего с вами задания, нашего с вами примера. Соответственно, здесь вот это решение все можно прописать. Но я говорю о том, что нужно использовать вот эти математические формулы. Обязательно. Вы видите, что здесь различные значения есть. Если мы спустимся ниже на строчку, то, соответственно, здесь мы, допустим, продолжим с вами писать в этой же, допустим... Неважно, сейчас тут попробуем. То есть, видите, даже если вы спускаетесь на строчку, то вы продолжаете работать только с этой формулой. Соответственно, так как формулу вы создали, вот прежде чем перейти к решению уже, соответственно, самого задания, то нужно удалить здесь в строке вот в этой формулу, которую вы создали, и начать писать заново. То есть вы создаете сейчас решение, и решение это будет совершенно другая, так скажем, ну, уже другие значения, да. Вот. И здесь вы их вносите заново. То есть здесь уже они будут... Допустим, вот вы их помещаете, это уже там ниже будут решения даны. Вот. Это что касаемо математических формул. Коллеги, все понятно про математические формулы? Да, отлично. Итак, коллеги, есть ли какие-то вопросы? Потому что время у нас уже с вами практически вышло. Если есть, то, пожалуйста, задавайте. Я постаралась как можно, так скажем, больше рассказать вам о том, что из себя представляет доска, показать вам, поработать, все ли было понятно, есть ли какие-то вопросы. Сейчас мы постарались с вами поработать совместно. Я попыталась продемонстрировать то, как можно организовать именно совместную работу. Вот. Расскажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то вопросы по... данному сервису? Понятно, что сложно. Да, сложно. Доска непростая, интерактивная доска непростая. На первый взгляд, казалось бы, просто. Здесь просто рисовать. Здесь даже можно работать с учениками начальной школы, если это какие-то простейшие задания по созданию каких-то изображений, либо, вот как мы с вами разбирали устройство компьютера, да, то есть загрузка каких-то картинок уже готовых, да, например, то это просто. Если, конечно, мы хотим создать что-то уже в плане сложнее и использовать уже для старшей школы, либо это, допустим, та же геометрия, физика, математика, то да, с формулами нужно посидеть, с формулами нужно поразбираться, вот, так как это создавать совсем не так уж и просто, вот. Но если поработать, если посмотреть, то это интересно на самом деле, поэтому попробуйте использовать в своей работе. Также, коллеги, с данной доской мы продолжим знакомиться с вами, но следующее знакомство у нас будет уже в следующем полугодии, и там мы будем разбирать уже непосредственно индивидуальную работу ученика, что можно организовать, используя данный сервис, как индивидуально организовать работу в данном сервисе. Вот, коллеги, также еще раз напоминаю, и убедительно вас прошу о том, чтобы вы оставили отзыв о нашей встрече. Ассистент вебинара сейчас разместила ссылочки, по которым вы можете пройти в соцсети, это Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбук. Вы можете перейти по этим ссылкам и оставить отзывы о нашей встрече под наименованиями нашей встречи, нашего кафе. Вот, пожалуйста, это для нас очень важно, обратная связь от вас для нас очень важна. Нам важно знать, насколько для вас полезны наши встречи, и, возможно, какие-то пожелания или в дальнейшей работе мы увидим в ваших отзывах и примем к сведению.